здравствуйте друзья у нас снова open house в городе сеннивелл мы находимся на довольно относительно большой улице называется на фримонт тут видите две полосы в каждую сторону и вот тут стоит домик мы сейчас может быть прочитаем что про него известно так флайер а что мы знаем мы знаем что у него три спальни два туалета 1500 квадратных футов ну грубо там 1440 квадратных метров участок семь соток и хотят они за него цветы видишься не думаю специально печатали чтобы можно было варьировать как это так же дом есть цены нет я думаю что там внутри цента нет есть цена миллион восемьсот миллион восемьсот на шуль на улице на шумной улице школы хорошие тут в принципе все такое замечательное ну пошли посмотрим пошли посмотрим ну вот вы видите вот я в участок я как бы вышел как бы из дома вот у меня такой заборчик деревце стоит вот как-то так все в общем а там въезд там видимо гараж наверно так надо понимать hello welcome yes how old is the building 71 years old wow ok and how long has it been on the market two weeks oh okay но и ты слой на солицы couple of months ago it was вау да на самом деле действительно очень неожиданно за последнюю неделю-две вдруг резко рвануло количество объявлений вот этих знаков на улице что-то такое произошло действительно стало много опенхаузов вот она говорит что сейчас где-то 60 пару месяцев назад было 22 23 у меня внутреннее такое ну я не знаю я я сам так может быть исходил без этого у меня внутреннее такое предчувствие что люди может быть ожидают что жахнется чете надо вовремя продать ощущение того что скоро жахнется она у многих присутствует очень интересная планировка да да не тривиальненько так ну хорошо значит получается так это как бы зал до living room еще раз это спальня но не мастер просто спальня это туалет с ужасов тоже этому домику как бы неплохо было бы за эти 70 лет пару раз подремонтироваться то есть он как бы в таком первозданном почти виде вот тут народ рванул на рынок не делая ничего посмотри на эту решетку светлая решетка ладно ты сейчас увидишь спальню давай пошли дальше вот это дубовые полы куда зайди сюда вот через куда зайди сюда вперед так зашел вперед маленькая спаленка нас конечно никогда не видел чтобы кровать вот так ставили честно угол а на open house ну может быть да ты знаешь что мне кажется вот эти вот зеркала это стейджинг их тут много на весь дом чтобы он как-то больше просто простора было подожди подожди тут какие-то коробки у е-мое то есть через этот шкаф не показывает нет выключать камеру я не буду друзья я не буду выключать камеру так давай света еще раз это living room зашли иду в кухню так окей пришел и кичи некоторые комнаты окей и когда ты захочешь в эту комнату оказывает спальня как ты знаешь что это bedroom окей ну хорошо то есть получается через этот шкаф две спальни сообщаются вот мы были в той спальне но некоторые некоторые такая необычность 71 год это если мы пойдем куда нибудь назад это будет там сорок восьмой год ну так участок 7 7 соток до сандрум это не отапливаемая комната надо сказать что здесь не отапливается очень тепло но еще в том что там дышать нечем так обрати внимание здесь у них грибочки потому что видно тут жарко что ли я не знаю но 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 под грибочками очень классно я хочу сказать грибочки совершенно очаровательные соседей не видишь хорошо да да тряпки тряпки пачкаются на них дрянь всякая насыпается и неважно из чего тряпка или пластик это все приходит в очень такой неопрятный вид они еще они закрыли забор видно там что-то такое жуткое в этом заборе они закрыли его циновками какими-то так ну давайте тут можно в классике попрыгать вот я вижу так так и я все-таки хочу понять тут где-то должен быть гараж света так поэтому значит вот там вот та часть которая выходит на улицу вот она да ухты белки скачут да значит вот это это на улицу открываются две двери открываются они вручную открываются вручную и вот мы заезжаем хороший большой гараж а там что-то еще какое-то строение хороший гараж на две машины слушай тут тут подожди но тут какой-то какая-то дверь мы пришли с помощью этой двери очень странно было же тут такой забор как будто соседи тут знаешь что ощущение такое что принадлежит этому же участку я даже не знаю вид у него очень странный пол бетонный тут довольно гулку слушай там ты посмотри там щиток тут есть щиток на улицу света посмотри вот на это здесь 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 что-то было такое хозяйские хозяйственные какие-то предметы ты думаешь там кладовка какая-нибудь так это просто выход на улицу это знаешь что здесь была стена вот она видна вот видна стена вот она и вот тут один клоповник а там другой сейчас пойдем мы сейчас агентку спросим но вообще это потрясающе то есть такого я еще не видел вот в наших краях это очень близко от того места где мы живем это наши так одни из самых близких соседей так тут явно на участке какая-то физика какие-то заборы как-то все это огорожено видимо это уходит как-то врезается в территорию соседей даже не представляю вот я вот обхожу это все вы видите нет 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 она сказала что 71 год этому то есть it belongs to the property yeah it has gas electric and um water and what did they use of this space for like a studio he was a potter looks like rental units no he didn't rent it out yeah he just used it as a studio yeah you could you could you know got the gas electric in the water you could put a little bath is it legally constructed or is kind of no 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 it was built when the home was built it is legal значит это все было построено вместе с домом 71 год назад это легальная постройка вот но он говорит она говорит что он ее не сдавал никогда а так она но типа как студии то есть там как бы жилое помещение ну что же очень интересно очень интересная пропортишечка я хочу сказать очень я я спросил друзья что вот эти вот мусорные корзины металлические в которых цветы растут я говорю это у вас такой стейджинг то есть так специально под продажу нет как она этого хозяева почему-то вот любили именно мусорные ведра для посадки цветов вот цвета гитлана они хотели подешевле сделать в общем посмотрите какая классная штука вот миллион миллион восемьсот я хочу сказать что если не цепляться сильно к тому что улица шумная там и так далее то по нашим временам это в общем-то было бы неплохим расходом денег вот судя по тому что в окрестностях вот прямо сейчас продается посмотрите друзья конечно они не потратили денег никаких чтобы привести дом в чувство иначе бы он стоил существенно дороже пошла надо было бы отбить еще и наварить вот другое дело что когда ты берешь такой домик ты начинаешь прикидывать сколько тебе это стоит будет вы видите что например тут сделано очень дешево эта плиточка гранитная это даже не не цельный кусок это все очень-очень дешевенько это все очень-очень старенько вот вы видите посмотрите в каком состоянии это все оригинальное состояние это все вот с тех самых пор как его построили 71 год назад ой тут чужие вещи но вот так вот конечно здесь предстоит большая работа тому кто захочет это приобрести но в нем можно жить прямо сейчас то есть ничего такого тут нет можно можно уже жить потихонечку там улучшать вполне такое жилое состояние этого всего сейчас мы еще со светланой побеседуем вот такая вот прелесть пожалуйста неожиданно неожиданно это для кстати для нас вот всех кто тут ходит вот можем выпить кофейку просто кофеек в топите на здоровье так это все настоящее это не то что стейджинг вот люди так живут полочка какая очаровательная да что нибудь тут 57 год до или я чуть не договорю 47 47 год до 47 год он этим подкупает потому что необычная планировка которая пришла не с 60-х годов а еще раньше наверное это дом это 47 47 год до послевоенная застройка он этим подкупает потому что очень необычно это все видеть но я хочу сказать что при условии наличия вот этой вот комнаты почти там 500 сверху до 50 коротных метров и до комнате этот дом конечно обладают гораздо большие ценности по сравнению с предыдущим домом потому что я даже он стоит там они хотят миллион восемьсот и можно еще поторговаться учитывая что шумная улица но это безусловно еще дополнительно rental property который может то есть ее можно небольшими затратами привести в состояние можно делать большие я имею ввиду rental property можно привести там можно сделать шикарные вообще один bedroom apartment там есть вода там есть газ там есть свет все официально отопление все официально подведено более того места тут до хрена и больше запарковать машину с отдельным входом то есть люди которые живут доме вообще даже не будет значит там у них есть сосед да это большая ценность в нынешних в нынешней ситуации когда дом стоит миллион восемь неплохо иметь такой supplemental income дополнительный доход который будет помогать сечка как тебе понравилась информация о том что вот пару месяцев назад было там 22 22 дома на продаже с они вели в этом городе а вот сейчас 60 мне кажется люди проснулись это то что о чем я тебе сегодня говорила они проснулись вдруг подумали что надо скорее продавать потому что еще раз крышница как всегда бывает в этот момент когда они все решили все высыпались это уже написано уже головах и мыслей многих людей они высыпались на рынок и цены естественно пойдут вниз в это время обычно ничего нет в это время уже все кто хотел купить и продать уже все купили и продали я думаю что рынок у нас сейчас я на говоришь что рынок медленные естественно быть медленный когда столько домов рынке и можно будет поторговать и для покупателей это немножко хороший шанс шанса немножко денег сэкономить вот рассматривать эти два дома вот который перед этим они шумные выйти выходит на эту улицу практически только одна комната ливенгром все выходит назад то есть там не так шумно в принципе я не знаю может если мы успеем еще куда-то заехать какие вообще цены на рынке а вот но вот это вот необычность того что здесь есть дополнительно за помещение но дает особо есть ли своя энергетика есть и вообще здесь прикольно опять конечно тут нужно положить много денег потому что тут все старое все обрушены среди балл парк прикидка значит сколько денег нужно положить чтобы в чувство привести все зависит того на какого уровня ты хочешь привести в чувстве тут конечно все все пустые то есть тут нужно менять всю электрику весь пламени делать утепление стен у крыши еще как раз более-менее ничего это не это крыша очень интересно это металлическая крыша для делать из тонкого алюминия с таким наколением это не асфальт шинклс но крыша почти новая крыша почти новая не надо делать вот я думаю что учитывая вот если посерьезно все дорогие стенки это 250 тысяч и как минимум плюс еще дополнительная переделка вот того помещения сделать там отдельно то есть на самом деле и 300 а то и 400 учитывая что сейчас цены на строительство выросли потому что не нет не хватает строителей но при этом при всем вот сам этот учитывая что сцена на аренцию вот такой юнит можно сдавать но который там дополнительный стоит сделать там кухню сделать там отопление хорошую спальню с ливингом из кухни и можно 2 а может быть даже 2 200 там большая площадь просторный там можно ту бедрум делать ну и ту бедрум я не небольшую там же еще ландри до учитываешь там ландрища то есть нужно отгородить кусочек но представь себе что ты например 2 2 200 каждый месяц ты получаешь обраду полненько это это в общем-то неплохо ну что же спасибо чкин и и